Московский предприниматель Валентин Гроггель создал компанию, которая называется «Английские няни». Она позволяет выучить английский с ранних лет и обучиться британским манерам. Действие первое. Английские няни. Изучение языка и манер в игре. Всем привет! Сейчас мы сделаем очень хороший слайм. Вау, посмотрите, разные цвета. Очень злая. Действие второе. Интервью. Бизнесмен с кокер-спаниелем. После чаепития. Валентин, у вас собака тоже, да, английская? Английский кокер-спаниель. А почему вот английские няни, английский кокер-спаниель, английский дизайн в доме у вас? Что это за тяга к Англии такая? Можно сказать, что уже на английских нянях, гувернантках я уже съел собаку, извини, лаки. Но тяга с тем, чтобы изначально, опять же, если у нас передача про папины дочки, то я хотел, чтобы моя дочка говорила с детства на английском языке. И отсюда вся пошла концепция бизнеса. Потому что не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что если ребенку создать англоязычную среду, то английский язык, французский, китайский, это уже будет не иностранный язык для ребенка, а родной язык. Потому что он с детства будет его слышать и воспринимать его как свой родной язык. Вот на этом и построим наш бизнес. Мы подбираем англичанок, француженок, китаянок, чтобы детишки с детства говорили на нескольких иностранных, либо, скажем, родных языках. Чтобы все в естественной, в игровой форме разговаривать, чтобы дети могли разговаривать. И потом они поступали в лучшие университеты, на этом языке могли не только писать, читать, но могли и мыслить на языке, что очень сложно достичь благодаря обучению. Например, даже я, выучив язык в МГУ, знал его хуже, знал, чем хуже. Моя дочка его узнала в 5 лет. Именно не меньше слов, а именно насколько легко он ей давался, насколько легко она переключалась, насколько легко она, естественно, могла воспринимать информацию. А как вы думаете, они уже умеют думать на английском вашей дочке? Я перебью, вы же провели эксперимент, в первую очередь, на дочке, да? Да, абсолютно верно, провели эксперимент на дочке. Однозначно могут думать, как я помню, мы там оставались в одной комнате, ночевали. И иногда даже, ну, с нами часто ездит английская няня в путешествия, сопровождает. И иногда даже сны, потому что ребенок говорит во сне. Иногда я слышу, что Ева обсуждает что-то на английском. Соответственно, я думаю, и думает тоже часто на английском. Это зависит в какой там среде, как билингвы. То есть у них мозг очень мобильный, известный. Вообще-то я никогда не думала на английском. Так, что это такое? Понятно вам. Действие третье. Дочь бизнесмена Ева отлично говорит по-английски. Дочь бизнесмена Ева отлично говорит по-английски. Кто это? Адриана Челентано. Кто это? Владимир Путин. Кто это? Владимир Путин, я и знаю. Окей, that's nice. Действие четвертое. Музыкальная пауза на английском наречии. Кавер на песню Алана Уокера «Alone». If it's not, it's not forever, at least we are together, I know I'm not alone, I know I'm not alone. Подписывайтесь на канал, папиной дочке дай мне петель. А на мой, подпишитесь! Конец. Или, как говорят в Британии, goodbye. Конечно, когда твой папа титулованный спортсмен или работает в Кремле или вообще в списке Forbes, он может тебя избаловать, завалить игрушками. Мы знаем, часто это портит характер. Речь идет не только о таких вот, знаете, безобидных плюшевых штуках. О деньгах мы тоже, девочек, спросили, но они высказались о финансовой стороне вопроса лаконично. Нет, отец денег не дает. Отец закончил деньги давать мне вот два года назад почти. Нам всем выделяли родители какую-то сумму на месяц. И на выходные шефы дома нам ее выдавали частично. То есть, если мне родители выделяли 300 евро в месяц, шефы дома на выходные мне давали 50 евро. Ну, там как-то прописывается это, да? Да, это каждый родитель сам объясняет. Лизе там 300 и типа каждую неделю 50 на выходные. Да, да, да. Что-то типа того и тебе вот... Да. Я очень благодарна ему, он нам дает, до сих пор помогает как бы всем, что может. Ну, не баловал, нет, не то, что прям... То есть, нет такого, что Даша, вот тебе безлимитная суперкарта Тинькофф-банка. Нет, к сожалению, у меня нет. Она у меня была привязана к папе, и папе приходили смс-ки всегда. И он мне всегда писал, что ты опять купила? То есть, о чем такого нет. А, то есть, он на этом время находил? Да, он еще мне писал, типа, ты что купила опять? То есть, нет, такого не было, что безлимитно. У него смс-ки приходили на телефон сразу. То есть, я использовала ее так в экстренных случаях. Сказала папе, папа, можешь, пожалуйста, дать 35? Он говорит, тебе не стыдно вообще у отца деньги просить? Тебе сейчас 18 будет. И как только мне исполнилось 18, мне просто перестали давать деньги. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Друзья, с вами бы... Эй, подожди, а где самые горячие вопросы? Не то, что хейтерские комментарии мне присылают, там, угрозу смерти. Там, какие-то отвратительные вещи. У тебя квартира в Париже, но квартира мамина. Ты там уехала во Францию. А вот эти часы известные, история. Ну, при чем тут я? Unhealthy, неспортивный алкоголик, алкашка. Полный бред. Лизь, вот мы с тобой поговорили про все. Просто про все, пора уже заканчивать. Меня разорвут на части все. Меня разорвут на части все, если я хотя бы просто не спрошу. Че там с фараоном? Да, конечно, поздно на нашем канале появится полное интервью со всеми участницами. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайся на канал, следи за обновлениями, ставь лайки, пиши комментарии. И не забывай, что к Новому году Максим Годунов из прошлого выпуска разыгрывает 1 миллион рублей для наших и своих подписчиков. Надо быть обязательно подписанным на канал Forbes и на его Инстаграм. Подробные условия в прошлом выпуске. Это твой шанс стать сильным или сильным, и независимым или независимой. Спасибо. С вами был Forbes Digest. Подписывайтесь на наш канал.